продолжаем наш эфир приехал на обслуживание буранчик буран буран по сути дела это лидер то есть рома от лидера единственное что капот от обычной от обычного бурана как-то так то есть это у меня постоянник ездит каждый сезон просто на обслуживание посмотреть про трясти подвеску помазать под настроить вариаторы потому что стала вести то есть кучар передачу он даже глохнет то есть вариаторы под настроить посмотреть межцентровое расстояние промеж вариаторов ну их соответственно оба снять почистить помыть потом отвалился проводок от подогрева ручек подпаять проводок и по возможности устранить люфт рулевом то есть у нас руль вот так вот шевелится вы же у нас вот так стоит на минуте свыже стоит на месте самый большой люфт вот в этом шарике то есть сам шарик получается на шляпке вот этого болта шарик болтаться выйду из ситуации просто сниму это все дело наварю на болт шляпку и на токарнике просто проточу в размер чтобы сделать минимальный люфтик и все как то так а больше тут получается остальные все лифты собирается вот отсюда то есть вот с этого места ну с этих собой здесь там там все равно при штатном исполнении всего рулевого полностью от люфтов не избавиться это это уже данность этого данного снегохода как то так то есть работа не в принципе немного думаю за день ну не спеша за два дня сделал начину но самое плохое думаю что надо снимать мотор вытаскивать и соответственно делать межцентровое расстояние чуть поменьше потому что ремень сейчас стоит оригинал и на времени я привозил запас ремень стоит сейчас это идет оригинальный ремень у нас сейчас идет опти был опти был от рубена и завод отказался еще в прошлом сезоне сейчас эти ремни ну по качеству не знаю мне кажется рубена ничем не хуже чем вот этот и был ну может быть этот немножко по как бы лучше но цена у его почти 4000 за 4000 лучше немножко добавить и купить вот такой гейтс гатекс кто в каких называют гатте гейтс вот такая маркировка 28 g42 66 размерностью его 33 миллиметра нас тут 1114 чуть-чуть он покороче но она идеально встает на буран у его во первых он более мягкий после того как немножко поработать и во первых есть вот эти внешние ребра он за счет этих ребер вот лучше охлаждаться открутил вариатор в принципе да и уже мне этот самый но я руками попробовал и мне уже стала понятна причина почему ведет ремень вот видите как бы вол торчит да смотрите что происходит так сейчас показать не обращать внимание на мои рваные бурки зато тепло ты смотрите под моим весом вот я про поражал его да и потихонечку по одной ноге убираем ведь он не отскакивать то есть он даже блять прожиматься под всем моим весом ну вес у меня ну 72 килограмма то есть он просто напросто его надо помыть отмыть очистить но видите вот ремень вело и грубо говоря натира то есть это первая причина почему передачи плохо включаются а вторая причина в том что берем линейку берем линейку здесь у нас середина примерно и здесь у нас середина и середина у нас попадает размер двести восемьдесят три миллиметра это это максимум что может здесь быть размер должен быть должен быть двести семьдесят восемь тире двести восемьдесят три но 200 в час здесь двести восемьдесят три это лишь к должно быть где-то плюс-минус посередине хотя бы 280 лучше делать расстояние самое идеальное расстояние это двести семьдесят пять миллиметров будет вообще идеал просто-напросто он не истрагиваться будет как бы на обороте как то есть уже мотор раскрутился и только потом поехал то есть у его набралась мощность для того чтобы стронуться с места вот как ты так 275 будет идеального варианта или же надо стремиться хотя бы вот к этому показателю 278 283 как здесь это лишь к то есть все время будут передачи так включаться из ну грубо говоря с ударом то есть ты включаешь передачу переднюю у тебя удар получаться так еще получается надо сразу устранить течь прокладок поменять прокладки под выхлопным коллектором все равно еще буду вынимать мотор и пилить плиту основания двигать мотор вперед не начал с вариатора и получается еще скинул мотор смотрите то есть грубо говоря я даже пружину снял он вообще просто заклинил то есть и заклинил он от того что видите он намазан то есть намазан настолько не надо парни мазать вариатор что arctic что сафари вариатор должен работать на сухую мажется только ебучая альпина и все она закрыта в нее меньше попадает вот этого всего видите как бы это все откуда берется вот отсюда это все пыль от ремня это абразив натуральный наждачка просто-напросто вариатор закусила то есть даже бронзо-графитного втулка до ее бы на намазать по сути дела вот только мажется вот эта втулочка и втулочка которая находится вот там у нас получается тоже можно и чуть-чуть изредка мазать все остальное должно работать на сухой вариатор будет идеально работать долго работать ничего не бойтесь он не не заклинить не износится и будут изнашиваться просто вот эти пластмаски вот раз два три четыре получается пять шесть семь восемь девять десять единицы 12 все вот этот ремкомплект меняется он стоит там районе 300 рублей меняйте и дальше ездите компания ооо артик ставит вот сюда вот такие болты под обычную шестигранную головку нормальной головкой не курильщика сюда не подлезьте и ну у меня уже давно сделано сейчас хоть и токарный есть но раньше вот я просто булгар очка обточил старую головочку и и ей можно подлезать и один раз их выкручиваем идем в магазин покупаем болты под внутренний шестигранник и закручиваем болты под внутренней шестигранник чтобы больше не мучаться потому что это парнек каждый раз вот эту откручивание будет мучение кто откручил тот меня поймет кто не откручивал если будете откручивать тоже меня поймете попытки раскрутить не уменьшались успехом то есть не могу закрутил обратно крышку сейчас взял есть вот такая труба я не знаю тонально от буровых это раньше было у сергей алексеевича ось на прицепе но она благополучно лопнула сейчас мы сделаем из нее съемник токарником я не буду отрезать потому что у меня осталась одна пластинка и думаю что обломит поэтому сейчас отчик рыжим болгаркой и сделаем съемник получаться просто-напросто не могу зажать толком то есть вот за это место тисками в тисках зажимаюсь и вот за этими ну как бы за этот вал кручу но не могу провернуть то есть он у меня выскакивает из тисков и все то есть толком зажать не могу сейчас сделаем съемник его сюда оденем оденем вот так зажмем вариатор а вот вот в этот промежуток сунем трубу и трубой его открутим думаю что открутится сто процентов просто-напросто я вот за это место боюсь в тисках сильно жать может просто-напросто ну или мишка может лопнуть настроился подстроился грубо говоря уже черную снаружи проточил от центровал и внутренний прошел в черном в черноулю так я токаря бога поэтому у меня даже резец токарный расточной на шайбах потому что на эти резцы они для чипу получается он очень низко сильно ниже центра даже то есть лежат шайбы 5 метров и подкладка еще лежит и все равно вот только-только хватает нормально нормально получается делаем касание касание есть добавляем ну как то так я думаю этого будет достаточно да на сторону парни все ладно парни тут ничего интересного но вот так крутится там стружка летит все почти готова внутренние нормально отверстие просверлил но немножко видите как бы получается втулка не доходит чтобы совпали отверстия потому что но специально я делал запасом по длине потому что сверлить собирался и в токарнике зажимается это все дело вот таким образом но и тут чтобы поймать центр чтобы наоборот сместить эксцентриком это на было выгадывать подкладывать под один кучок пластинку нафиг надо лучше сделал немножко с запасом все сейчас зажму и просто-напросто уберу торцы ну 5 миллиметров и у меня все нормально все нормально подойдет короче все фигня давай по новой нашел вот такую гайку но не мог ее зажать в токарный патрон то есть эту приспособу ну пусть будет так чуть попозже видео объясню чё мы с ней сделаем кому интересно не переключайтесь так ну из гайки получится лучше потому что гайка под ключ по моему на 42 ну допустим на 42 а здесь на эту приспособу надо я все равно хотел что-то приваривать то есть лыски под ключ на 36 здесь уже не сделаешь мало тела потому что была такая труба заготовка больше другой за тут заготовки не было вот хотел сюда приваривать но типа вот такой ступичной гайки вот так вот раз приварить и было бы тоже ну как бы работать будет но так как подвернулась вот такая гайка но я не мог и дрелью мне не охота было сверлить получается а что в токарнике и просверлить просто-напросто не хватает не могу зажать то есть просверлить я бы ее просверлил но отверстие было бы как бы смещено близко к краю то есть вышел бы наружу а сейчас мы ее то есть переварил гайку там без разницы попадет там в центр не попадет центр ну тут уже плюс-минус трамвайна остановка пацаны в это сути никакой не меняет этот функционал функционал этого съемника уже не изменить более-менее выстрелился все нормально крутится вращаться за центруем идеальненько то есть получилось почти по центру ну как бы там вот это смещение право-влево это фиксим это потому что гайка приварена 2 гайка приварена но относительно это гайки немножко со смещение но это фигня то есть как бы суть дела это на работоспособность как я и сказал это не не повлияет все ставим сырой просверливаем и нам на ее будет расточить на два с половиной миллиметра готов чинка такая . получилось у нас копачки берем болтик нормальный но болт надо бы купить чтобы его десятку но чтобы его тело было побольше побольше чтобы чтобы было побольше тела так за контролем гаечкой за контролем гаечкой чтобы вообще чётенько все просто чтобы болт не выпадал и сейчас был зажимать в тисках уже сейчас можно будет зажимать нормально так пацаны а вот по этой штуке как я говорил да кто дождется тот может получить бонус то есть я вот этот съемник доделаю доделаю куплю ну что-нибудь типа этой типа такой ну вот такую приваривать сюда не буду конечно да но куплю ступичную гайку постараюсь найти такую чтобы она была побольше сама сами грани и сюда внедрю приварю и парни подарю одному из вас условия будут такие хотел сначала там например чтобы кто первый напишет комментарии хочу в толку пришли мне тому не отправлю но там думаю так не будет не больно честно давайте так кто напишет под данным видео самый интересный комментарий не знаю просто на этот интересный комментарий у кого комментарий наберет самое большое количество лайков до выхода следующего видео я отправлю вот эту себе полноценный съемник полноценный съемник для вариаторов сафари сафари или альпины и тому я напишите мне потом в контакте или в ватсап свой адрес я вам ее отправлю почта россии я думаю будет нормально то есть условия написать комментарии у кого под комментарием на любую тему у кого под комментарием будет самое большое количество пальцев вверх тому я отправлю если там будут например попадутся попадется так что комментарий будет два-три лайка то просто-напросто я сам выберу самый интересный комментарий который мне понравится и тому человеку отправлю как-то так все занимаемся наконец-то потратил столько времени на изготовление вот это я сделал за три минуты а вот на эту я потратил потратил пока приспосабливался туда-сюда потратил полца как-то так то есть нормальный токарь нормальный токарь кто занимается постоянно этим вот такую такой съемник сделает там за пять минут получается что получается давайте вы на эту тряпочку чтобы не задрала то есть желательно у кого есть доступ к токарным станкам то оба вариатора что ведомость что ведущий желательно их включится нету фаза так желательно их короче полировать тарелки здесь я полностью отполировал все гладенько обе тарелочки зажата у меня вот так как вы видите да то есть крестовина закручена центром это все дело хотя и тарелка она немножко так здесь болтаться на это все фигня отполировать можно это делать желательно чем меньше шероховатость вот этой тарелки тем вариатор работать будет лучше особенно это относится к новым вариаторам у их вообще такая как бы шершава с есть сильно и там то что ремнем притрется нифига не притрется то есть она алюминий быстрее сточит ремень чем притрется от полируется эти тарелки это не один ремень на год поменять чтобы нормально от полировалась она быстрее канав нагрызет чем от полироваться то есть как-то так все с этим все то есть у меня все от мы это подготовлено идем наверно на стол и показываю конструкции как собирать вариатор вот у нас весь вариатор парни получается неподвижная часть подвижная часть крестовина и крышка пружина болтики шплинты грузов сами груза со сями ну и и так сказать пластиковые втулки вот эти вот эти слайдеры они изнашиваются не так часто как вот эти из-за чего изнашиваются вот эти слой то есть смотрите есть груз да в нем вставлена ось вот сейчас у меня оси не шевелятся они посажены у меня на горячую все 4 до этого они шевелились все это по сути дела недопустимо то есть вот во первых и груз отверстия вот здесь груза разнашивать и остерей то есть принцип этого вариатора грузик должен работать вот на этих пластмасск то есть крутится вот так вот внутри сами пластмасске в корпусе вот здесь если вставить и они должны стоять статично да вот так вот видите вот получается вот это стоит нормально не проворачиваться а вот это проворачиваться вот так не должно быть то есть груз должен ходить легко как вот здесь но слайдер не должен проворачиваться то есть их на меня вот есть два получше сейчас вот сюда сейчас ну сюда мы будем ставить ремкомплект получается так и возьмем вот этот который не проворачивался один то есть на грузу они ходят легко вставляем они должны вставляться с усилием отставился и вот видите все равно вот этот болтаться снова новые так не будет это болтается все потому что если присмотреться так если присмотреть ставите его проворачивал просто он крутился уже в корпусе здесь работа вот и этот то же самое то есть у его уже тело стерто такого не должно быть но когда когда вы ставите новые получаться они сюда будут плотно входить и соответственно ось груза зажмёт то есть их на работ немножко прямо вот руками рассверлить сверлом но сверло нужно нужно тут фаста и к нету не прочитать она у меня 8 8 и 1 ось груза восьмерка без там десятки 87 9 получается вот то есть как бы суть дела получить на чтобы слайдеры плотно стояли в корпусе но на оси они вращались легко так это первое второе получаться вот есть ролики грузов они должны вот так вращаться все эти легко их изредка просто то есть отжимаете вариатор вставили какую палочку чтобы груза отошли и просто-напросто в дашечкой и пальчиком покрутили ржавчину выгнали из них и все они будут крутиться как только запустите если этот ролик вращаться не бот во первых будет жрать груз у его с краев а здесь кромок будут появляться такие как бы сточенные места и сам груз точится с одной но сама сам ролик с точится с одной стороны тоже вариатор будет плохо работать вот подшлифовал короче все втулки сейчас у меня все здесь собираются тут плотненько в этом начале потому что тут вариатор не работа в этом месте отдел получается и немножко вы даже не бюджет в дашкой в дашке смазал то есть здесь люфтика никакого нету все идеально все притер и вот эта часть у нас получается но здесь эта часть немножко болтаться но тут страшного в этом еще нету брякать она не будет все год нормально работа у тебя самая ответственная работа парни ну-ка тихо угомодить пока короче заменил рем комплект то есть грузики сейчас плотненько и стороны в сторону не качаются но все ходят собираться в такой последовательности ставите груза на место потом вот эти слайдеры втыкаются вот в эти две вот в эти две проушины и этими проушинами сюда ставится но я перед разборкой вот если заметите вот здесь вот немножко надфилем сделал меточку и и вот здесь вот то есть вот здесь вот то есть потому что это надо делать потому что вариатор у нас балансированный вот балансировка и балансировался он уже в собранном виде так собираем и будем внедрять в снегоход даже ведомый пришлось тоже снять все помыть отмыть немножко был задир снял потому что был задир вот на этой плоскости его зашлифовал вот на этой вот видите задирчик тоже вот эти места чем лучше будут отполированы тем будет вариатор лучше работать все собираем устанавливаем нового прокладки меня прокладочки как раз и будем заниматься основанием двигателя вариатор собран как и говорил заменил по внутренней шестигранник и вот так он должен нормально нормальный вариатор не курильщика все с ним закончил остальное место получились вот такие два съемника этот оставлю себе а этот как и сказал парни отправлю кому-нибудь из вас то есть сюда была приварена а гаечка был куплен болтик м10 класс прочности тут 10 нет 12 9 даже высоко прочка но обрезан обрезан и оба съемника были это не закалка грубо говоря это воронение воронение в масло то есть выглядит презентабельно сейчас как покупной так скажем все пишите свои комментарии как сказал и съемник достанется вам а а Продолжение следует...